еще раз хочу показать как растет сорт брансвик кусты высаженные в мае прошлого года таким образом чуть больше года начали созревать ягоды первого урожая их немного как и ожидалось но они крупные видите уже присутствует муравей это знак что ягода начинает созревать нужно внимательно смотреть вот она уже в длину сантиметров 67 уже я думаю грамм 50 60 дождемся по максимуму пока она созреет взвесим разрежем посмотрим что и как у меня есть трехлетние кусты покажу чуть позже уже обещал в одном из предыдущих роликов но никак не дойду на них все ягоды первого урожая практически засохли и осыпались одна зреет с чем это связано пока не знаю ну может быть там тоже место не полностью солнечно но любом случае интереснее второго урожая потому что он массовый ягоды не очень крупные но их много они дают объем и массу смотрите небольшой куст где-то метр диаметр меньше метра высота вот мы две ягоды с вами видели вот третье вот четвертая начинает светлеть и увеличиваться в размере давайте перейдем к соседнему кусту тоже вместе с ним высажены в мае прошлого года это кусты мои собственное производство из тех же от тех же трехлетних кустов посмотрите ягоды спеют 1 2 2 этот куст чуть побольше повыше следующий куст следующий куст пока не показывает нам созревание но надеюсь скоро и он так давайте перейдем к следующему вот смотрите здесь есть ягодка грамм 40 сантиметров 5 в длину сантиметра 3 в диаметре очень красивые крупные плоды брансвика всем рекомендую 2 урожайный сорт очень хорошо переносит зиму хорошо разрастается укореняется кстати пока вспомнил что столько информации которую можно выделять в отдельное видео но когда я укрывал в ноябре прошлого года я обрезал и часть кустов я вырезал до толстых веток многолетних а части кустов оставлял молодые побеги текущего года и укрывал их так вот когда весной мы укрываем раскрываем инжир так вот следующий куст брансвик тоже видите начинает спеть это хороший знак если я так считаю надеюсь что в этом году все будет неплохо так вот когда раскрываешь кусты как вы знаете то сначала идут в рост молодые побеги потом только из толстых веток начинают формироваться побеги и куст начнет разрастаться и вот казалось бы поначалу кусты с молодыми побегами пошли в рост но сейчас кусты которые я оставлял только с толстыми ветками они их уже обогнали и по высоте и по объему чуть позже покажу вот отсюда сейчас на нем смотрю они метров двадцати от меня уже более двух с половиной метров это я к чему все говорю что когда вы формируете скелет куста на несколько лет вперед не бойтесь и будьте готовы к тому чтобы для удобства осенью все просто вырезать до основания если вы посмотрите видео в интернете есть целые инжирные фермы где стволы диаметром 10-15 сантиметров разложены параллельно земле все срезается все буквально и потом новый сезон из этих голых стволов все растет прет что называется и собирается урожай ну как говорится когда читаешь него все веришь но когда уже начинаешь все это видеть у себя на участке то понимание приходит уже более четко вот куст очень похож на бранцвик хотя покупал его как черный крымский вот смотрите вот сорт который я покупал в прошлом мая а вот сорт бранцвик который я черенковал и сажал в прошлом мая смотрите ягоды вот и вот практически одинаковые и листья и ягоды но не так много времени осталось чтобы узнать лучше конечно размножайте инжир сами это легко это просто это дешево это быстро 2-3 недели и у вас может быть уже целый сад потенциальные но вернемся к бранцвику прекрасно разрастается очень хорошо формируется ветки вот видите я не прищипал ничего они уже деревенеют темнеют это очень хорошо осенью посмотрим что оставить перед укрыванием но в любом случае наверное уже можно будет через пару недель их прищипнуть думаете все время нужно самостоятельно принимать решения конечно что то нужно посмотреть какие-то умные советы действительно есть в интернете но нужно смотреть например еще 4 месяца он будет активно расти ну по крайней мере у нас в краснодарском крае поэтому что делаю я я в зависимости от возраста куста даю ему набрать определенную высоту вот смотрите арабули сорт арабули тоже высадил в мае прошлого года вот я смотрю он хорошо растет ягоды вяжутся смотрите хорошо буквально на второй год но я его не прищипываю потому что прищипывание вызовет формирование многочисленных боковых побегов веток следующего уровня а корневая система слабая особенно если у вас не очень хорошая земля корни просто не успеют нормально разрастись за год у меня не очень хорошая земля я удобряю периодически подкармливаю поэтому вот и кусты которые которым год-два можно особо не заморачиваться с прищипыванием но если очень хочется конечно можно попробовать теперь вот следующий куст кадота смотрите этот перезимовал две зимы я ему даю вырасти в мой рост может быть чуть меньше метр восемьдесят метр семьдесят потом его прищипну потому что через две-три недели он уже будет такой какой я хочу высоту и еще будет у него несколько месяцев месяца три чтобы на выросших ветках завязались плоды и вызрели хотя бы частично ну смотрите если вы удовлетворены тем сколько плодов завязывается и куст не очень сформирован в плане корневой системы то есть мы два-три года можете и не прищипывать пусть растет хотя бы пусть вызрит то что уже есть вот смотрите например мы каждую ветку смотрим каждую ветку и на каждой ветке висит пол килограмма инжира если он когда и если он вызрит вот видите любую ветку мы берем вот она вверх идет ветка и в каждом междоузле у нас плод вот смотрите ягода немножко порченая знаете как помидоры краснеют сначала те которые немножко порченые может быть так и с инжиром тоже замечал вот она уже грамм 50 и она еще твердая она висит но она уже начинает спеть дня через три-четыре она будет готова покажу но для двухлетнего куста очень хорошо очень хороший размер ягоды куст постоянно растет на солнце кусты которых я смотрю молодые которые созревают они все растут на солнце поэтому выбирайте солнечное место еще раз повторю так вернемся к вопросу обрезки и прищипания вот еще один куст брансвик здесь пока нет ничего но мы ничего особо и не ждем на второй год вот особенно в плане первого урожая ну когда видите что на ветке на каждой ветке по десятку ягод то конечно уже волей-неволей хочется рассчитывать на второй урожай на то что ягоды будут созревать если видите что ягод много озаботьтесь правильной подводкой к вызреванию то есть рыхлите поливайте удобряйте и все должно получиться хотя бы частично ягоды должны вызревать это уже очевидно если они висят долго твердые вот мы вчера вечером и сегодня с 4 утра поливали инжир видите все листья растут строго вверх если у вас листья склонились вниз срочно полейте вот тоже видите сорт когда у вас на каждом междоузле на каждой ветке висит ягода а куст не очень возрастной в принципе смотрите сами можно дать вызреть тому что есть хотя вот сейчас уже две зимы этот куст перестоял перерос наверное я его уже прищипну чтобы получить еще возможность дополнительных ягод для созревания в сентябре октябре и может быть даже в ноябре вот тоже куст два года практически в мой рост уже метр шестьдесят еще двадцать сантиметров и он будет там где нам нужно вот еще кустик тоже видите дилемма нужно думать ягод достаточно если даже эти созреют это уже хорошо я смотрел видео ребята с украины рассказывают что большой куст у них там уже семь или восемь лет не помню точно но в один год собрали восемь килограмм на следующий год два килограмма потому что лето было не очень теплое но что такое два килограмма если ягода пятьдесят грамм вот две ветки взял в руку это уже два килограмма когда все вызреет а у них там было дерево просто очень большое оно разрослось там на несколько метров в разные стороны поэтому очень важно формировать правильно чтобы добиваться максимального урожая ну надеюсь что совместными усилиями будем смотреть на это все формировать и получать хорошее урожае все чем смогу расскажу поделюсь мне приятно что вы смотрите мои видео спасибо вам большое если вас не затруднит ставьте лайки подписывайтесь на канал спасибо вам большое спасибо вам большое